Самое популярное новогоднее пожелание у тираспольчан – здоровье себе, родным и всему Приднестровью. Мария Китаева отправилась в центр Тирасполя узнать, чего еще желают тираспольчане на Новый год. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет. Предлагаю узнать, чего желают на Новый год жители нашей столицы. И для этого мы приехали в самое оживленное сейчас место в Тирасполе – на зеленый рынок. Здравствуйте, девушка. Я смотрю, вы уже закупились к Новому году. А пожелания для себя, для любви мы уже придумали? Здоровье самое главное. У нас одно пожелание – здоровье, чтобы было. У нас, у наших детей, у наших внуков, у всех родных, близких. Что еще, кроме здоровья? Ну, денег не мешало бы, конечно, купить. Поехать в какую-нибудь новую страну, может быть, на Бали, какое-нибудь путешествие. Куда бы хотели? Мне нравится Австралия и Швейцария. Я смотрю, к Новому году вы уже почти готовы. Игрушки есть, главная игрушка, вот есть, главное чудо новогоднее сидит в коляске. Что бы вы загадали на Новый год? Чтобы все улыбались, а то как будто грустные ходят. Побольше улыбок. Да, Соня? И детки, чтобы никогда не болели. А что бы Сонечка пожелала себе или маме? Себе. Что пожелала? Единорога на роликах. Единорога на роликах. Ну и здоровье, да, скажи, Сань? Да. И здоровье обязательно всем, да? Здоровье обязательно всем. Здоровье в этом году желают не только взрослые, мы заметили, но еще и дети. Это самое главное, да. У врачей этот год тоже выдался тяжелым. Что бы им пожелали в следующем году? Очень благодарна тем, которые действительно с достоинством выполняют свою работу, которые не жалеют ни сил, ни времени на то, чтобы помочь другим, сделать их здоровее, сильнее. Особенно это касается детских врачей. И вот очень радостно от того, что еще есть у нас те доктора, которые выполняют свою работу добросовестно. Завтра работаете? Нет. До 10-го числа и выходной. Повезло вам. Скажите, что вы пожелали тем, кто работает и сегодня, и завтра? Вот самое главное, завтра в новогоднюю ночь. Пожалеть их, что им выпало на 31-е. Ну, терпение. Мы приехали к бабушке в гости, сделали сюрприз за 2000 километров с внуком и с мужем. Откуда же вы приехали, если вы не приехали? Из Германии. Да. Хотели поздравить с Новым годом. Бабушка у нас немного в шоке была. Много что изменилось. Просто намного лучше стало. Пришли на базар посмотреть, как что изменилось. Чтобы так же оставалось, чтобы мы всегда хотели сюда опять вернуться в отпуск. Я как работаю тренер по самбо и дзюдо, чтобы у нас побольше было. Самбо – олимпийский вид. Я желаю нашим самбистам, чтобы мы в 2023 году боролись на Олимпийских играх. И мы там будем бороться. Каких спортивных достижений будем желать стране? Ну, по большому сожалению, наша республика пока не признана. Но я желаю одно, чтобы она была признана. Тогда мы можем бороться под нашим пренестровским флагом. На сегодняшний день мы то боремся за Россию, то за Молдову и так далее. Но хочется, чтобы наша страна была признана. И мы бороемся уже под своим флагом и гимном. Что ж, вот такие пожелания уйти распальчан. Ну, а счастья всей республике в новом году желает Мария Китаева, Владимир Погоня, ТСВ.